...надзором, предприятиями и органами власти, государственной власти субъектов, на территории которых эти мероприятия или уже реализуются, или будут реализованы. Общая сумма инвестиций на этот год только касательно НДТ, я не говорю про все инвестиции, которые в рамках года экологии у нас запланированы, составляет 130 миллиардов рублей. Поэтому, учитывая особое внимание к вопросам внедрения НДТ, я остановлюсь как раз на теме реализации закона, 219-го закона, всем известного, который отвечает за внедрение наибольших доступных технологий. Коротко отмечу, что документам предусмотрен поэтапный переход на новую систему регулирования. Начиная с 2019 года по 2022 будут выданы комплексные экологические разрешения по 300 предприятиям, от которых выбросы и сбросы в стране составляют порядка 60%. Все остальные предприятия первой категории должны будут получить комплексные экологические разрешения до 2025 года. Большинство крупнейших предприятий включились уже в работу по переходу на НДТ, представители отраслей активно участвуют в разработке справочников, сейчас разрабатывается программа модернизации оснащения источников выброса приборов автоматического контроля. Для нас важно, чтобы это были реальные резюмные программы, а не для калочек, а не для калочек, как это обычно многие относятся к подобным программам. В министерстве создана рабочая группа, что немаловажно, с участием представителей бизнеса, которые уже встречались и вырабатывали решения. Она продолжит работать через две недели. Следующее заседание, как раз эта рабочая группа готовит поправки в законодательстве по регулированию вопросов оснащения источников выброса приборов автоматического контроля. Соответствующий законопроект планируется к принятию до конца 2017 года. В частности, предлагается внести изменения в закон, предусматривающая оснащение предприятий системами автоматического контроля в РФСФСПОСа в рамках программ производства экологического контроля, которые предприятия должны представить для выдачей комплексов экологического разрешения. С учетом срока необходимого предприятия на разработку соответствующих проектов, экспертизу, закупку, установку оборудования, считаем, что оснащение систем автоматического контроля должны быть реализованы в каждом предприятии в течение четырех лет максимум. Такой срок, в принципе, уже мы обсуждали с бизнесом, на сегодняшний день определенный консенсус с нами. Мы считаем, что исключение из этого правила может быть сделано только при конструктивных изменениях источников выбросов в рамках модернизации. Это тоже понятно, понятно, что потребуются новые какие-то подходы, поэтому в любом случае те меры, которые мы себе будем предлагать, они определенные гиппы будут учитывать.